здравствуйте в сегодняшнем подкасте мы поговорим на интересную тему сложную достаточно которая называется бьет значит любит вообще-то физическое такое насилие над другим человеком рукоприкладство считается делом каким-то нехорошим атака в отношениях мужчины женщины довольно часто кстати случаются эпизоды когда мужчина не выдержав бьет свою женщину ну иногда это просто какая-то пощечина иногда это достаточно серьезные побои после которых некоторые женщины попадают даже в больницу вот такая история при этом что интересно женщины многие оказавшись подобной ситуации даже и не возмущаются а считают что это какой-то досадный инцидент и в следующий раз этого не будет и вот что-то мы там погорячились или я сама как-то себя повела и в общем все это бог с ним да это значит мужчина такой у меня страстный мощный вот не выдержал и значит приложил ко мне руку вот такая ситуация и почему вот эта фраза то берется бьет значит любит она же тоже неспроста а потому что действительно такое мнение среди женщин и мужчин тоже есть но давайте разбираться этот подкаст будет интересен как мужчинам так и женщинам почему такое происходит имеет ли место быть вообще это вашей сексуальной жизни а для мужчин почему у вас возникает чувство ударить женщину и почему вы это делаете да то есть даже скажем так будет интересно и всем мужчинам которые испытывали признаки приступы у себя агрессии по отношению к женщине вот какая-то женщина вызывает ну то что называется еле сдержалась а так вот хотел бы и влепить вот на эту тему мы сегодня поговорим и для начала расскажу историю абсолютно реального она похожая у многих женщин но расскажу вот конкретно про одну девушка прекрасная очень с красивой внешностью сексуальная умница встречается с разными мужчинами и заметила на такую странную тенденцию вот с одним мужчиной были какие-то прекрасные отношения с цветами с красивыми ухаживаниями но как только они начинают так активно уже постоянно заниматься сексом вот в какой-то момент этот мужчина во первых начинает безумно ревновать а во вторых вот поднимает руку да на нее то есть прям вот иногда влепит по щечину и один мужчина она разрывает с ним отношения следующий мужчина такая же история и был один молодой человек с которым она даже собиралась выходить замуж за него тоже очень хорошо красиво ухаживал вот одна была досадная учебу особенность он очень сильно ревновал причем она повод это даже не давала а вот то что называется к столбу и какой-то был вот такой эпизод где ему показалось что она как-то активно флиртовала или что-то такое говорила про мужчину другого что он вот весь разозлившись значит ее ударил на буквально же на следующий день прибежала с цветами на коленях умолял прости и сказал что вот это я что-то такое погорячился она конечно его простила ну как мне нравится и все вообще хорошо на замечательно до следующего эпизода опять какой-то пустяшный эпизод какой-то звонок там по по телефону да кто это и что опять приступ ревности и опять рукоприкладство и все повторилось по кругу обращаю ваше внимание девушка не считала что происходит что-то из ряда вон ну вот но вот такая у него страсть к ней да то есть ну ну что же делать когда она заподозрила что что-то не так когда она оказалась в больнице то есть дело в том что с каждым разом такая агрессия мужчина становилась сильнее и бил он ее сильнее и вот в к после какого-то момента она оказалась в больнице до с потерей сознания и вот там что-то у нее в голове так немножко повернулась в другую сторону она подумала может быть что-то и не так и благо был другой человек врач до достаточно опытный который знаете как вот взгляд со стороны он просто и спросил а ты не хочешь вообще написать заявление в полицию потому что такие вещи стоит наказывать у нее было такое изумление как а как в полицию как можно вообще это делать что то есть смотрите те женщины которые никогда не сталкивались такой ситуации для них само собой очевидно даже уже при первом значит проступки мужчины что нужно ну разрывать отношения или очень жестко давать понять чтобы этого не было никогда да и ну а уж если там в другой раз даже намек в эту сторону ну точно разрыв отношений никаких больше а уж если какие-то побои естественно ну как нормально если вас какой-то человек бьет на улице да вы подадите примите какие-то меры чтобы его связали скрутили и вообще он понес какой-то наказание вот но это женщины у которых немножко другой взгляд на сексуальные отношения у нее даже не возникало значит даже вот вопрос вот эта история кончилась хорошо потому что все таки она довела дело до полиции хотя мужчина ей угрожал и говорил что вообще если ты не заберешь я тебя вообще убью и прочее прочее но она довела дело до суда и очень все кончилось хорошо он конечно ну припугался и больше у них их отношений таких не было ну так вот чем нам интересна эта ситуация почему женщина сейчас со стороны женщины да почему она так себя вела и вот здесь истоки конечно лежат глубже чем кажется в самом начале сексуальность у всех складывалась под воздействием каких-то обстоятельств да вот как-то в юности первые контакты да какие-то вот не знаю первое вообще проявление вашей сексуальности какая была реакция вокруг потому что у многих очень сильное осуждение там родителей вплоть до побоев если застают за каким-то вот таким стыдным занятием например за мастурбацией или за каким-то таким сексом с кем-то да и идет очень бурная реакция может это сыграть сильную роль может быть первый сексуальный контакт был вот с каким-то таким насилием но самое главное что вот если у девушки записалось где-то что ее сексуальность ее женское желание ее проявление быть женщиной это плохо это отвратительно это ужасно то вот с этого момента как только она начинает чувствовать сексуальное желание возбуждение вот тягу к мужчине тем хуже ей становится то есть именно в подсознании сознательно все да мужчин и женщин что-то встречаются и такое говорят но управляет нами подсознание в подсознании сидит что это ужасно то что она это хочет и соответственно раз это ужасно то должна она вот за это ну свое сексуальное наслаждение удовольствие заплатить то есть ее должны наказать либо как ее наказывали в детстве да вот вплоть до побоев конечно это несчастные совершенно женщины и если вы чувствуете в себе вот такую жертвенность да и прощаете в интимной сексуальной области такие моменты мужчинам стоит обратить внимание на то как вы относитесь сами вот проявлению себя как женщин конечно непростой момент как это сразу изменить но все-таки сама посмотрите да вы женщина прекрасно за то что вы хотите заниматься сексом не стоит себя осуждать то есть если вы видите что рядом с вами появляются мужчины которые активно проявляют агрессию до злятся на вас хотят вас ударить или в сексе очень но грубые доставляют вам но боль хотя при этом потом могут значит просить прощение задайте себе вопрос почему у вас такие мужчины то есть скорее всего потому что вы к сексу относитесь не очень хорошо и осуждаете себя за него изменить это можно вот просто замечая в себе эти вещи сказать ну я хороша я прекрасно для этих целей конечно я всегда рекомендую начать своего курса я сексуально потому что там ну убрать какие-то вот ваши неправильные взгляды о сексе так теперь посмотрим да со стороны мужчины что же это такое почему же поднимается такая вот жуткая агрессия здесь так как правило мужчины вот с такой агрессии вообще-то потенциально очень сексуально то есть вообще-то им очень хочется заниматься сексом женщины их тянет их бросает они ну вот до безумно туда стремятся и опять же то же самое первое плохое отношение к сексу то есть мужчина осуждает сам себя за такое безумное желание и переносит это осуждение на женщину она же вызывает а подсознание вот она тянет в секс секс ужасен виновата в этом женщина и поэтому что вот то самое сексуальное прекрасное увлечение которые есть можно направить в хорошее сексуальное русло да в наслаждение в удовольствие в радость от контакта женщины а мужчина направляет это в злость то есть он злится на женщину а как дать выхода злости свои ну вот собственно говоря как как уже пошло то есть когда пошел гнев уже человек становится невменяемым и вымещает его таким образом что вот усиливать да то есть агрессия может подняться не сильно и просто войдет злость или вот в какой-то такой злостный до секс или в какой-то ну выбор женщин таких да с которыми ну как можно не уважать и вот да вот вот в таком ключе пойдет ваши сексуальные это это еще более-менее да а можно выбрать очень сексуальную женщину но вот там появляется жуткий еще страх перед тем что женщина владеет да вы попадаете в зависимости от женщины то есть она вас вы же вы возбуждает безумно вы несетесь туда до ненавидя ее и себя за это желание и если еще усиливается каким-то вот она там с кем-то куда-то да вот она вливается в такую агрессию что сказать ну первое опять же ваше сексуальное желание это прекрасно то что вы хотите так женщин это замечательно и ваше счастье на самом деле находится в сдаче женщины вот как донести эту мысль да не нужно понимать ее как то что я теперь стану не знаю под каблучником буду вообще делать все что там скажет женщина речь не про это вы чувственно понимаете что да вы бессильны перед властью женщины и и тело над вами тело прекрасно женщина прекрасно и прекрасно то что вы этому сдаетесь то есть выход будет там вот с благодарностью пусть со страхом но идите сюда в сдачу женщине и тогда конечно когда ваше сексуальное желание пойдет по правильной дорожке по хорошей вам не нужно будет ну выплескивать в другое да потому что если вы хотите женщину унизить тем что она вас вызывает это сексуальное желание вот вы направляете свое возбуждение по неправильной дорожке да и выплескивать ее в агрессии темы конечно такие да непростые я подняла в этом подкасте но хотя бы дала вам такое направление куда стоит думать куда смотреть вот все моменты когда вы оказываетесь такой вот ситуации спасибо всем хорошего секса